Обычно в это время года я уже улетаю в Китай. Я обычно даю такое прощальное слово. Ну, в этот раз я останусь здесь, но все равно привычки тоже дам слово. Значит, тема проповедь называется «Старик и лошадь». Да, и там будет еще картинка, тоже можно показать. Значит, меня вообще в этом году спросили, какой у меня вообще любимый год. И я так подумал и сказал, что этот год есть мой любимый. Хотя, казалось бы, коронавирус, столько катастроф. Там один баскетболист разбился в вертолете. Един баскетболист имел инцидент с вертолет. Вообще, год такой очень специфичный получил си. Необыкна една година. Но для меня это был очень хороший год, потому что я смог вернуться и побывать еще на долгое время с семьей. За меня това е много хубава година, защото успях да се върна тук и да прикарам времето с семейството си. Также смог поработать сам в нашем медцентре. Също успях да поработя в нашим медицински център. И преосмислить свой подход к обучению. И да преосмисля свой подход к обучението. Поэтому в сравнении с предыдущими годами, где я просто учился за заперти в университете, этот год получился таким очень разнообразным для меня. И поэтому я хотел бы сегодня такую историю рассказать, китайскую. Это такая очень древняя китайская легенда. Ее, кстати, она включена в экзамен ЧИСКИ-5. ЧИСКИ-5 это такой экзамен государственный по китайскому языку. Т.е. 5 уровень это уже предпоследний, то есть почти владение языком. И там есть, значит, прослушав, то есть на слух упражнения, написание и чтение. И в чтение иногда вдаётся вот эта история. Поэтому, если вы будете сдавать экзамен по китайскому, слушайте внимательно. Значит, эта история произошла во времена Лао Цзэ в Китае. То есть история, что я случила во времена Лао Цзэ в Китае. И Лао я очень любил. И аз много я обичал. Ну, Лао Цзэ, Лао. И той много я обичал. Ну, это такой мудрец, но, короче, хороший человек. Китаец хороший. И он её любил. И вот, значит, о чём эта история? За какова е тази история? В одной деревне жил очень бедный старик. В одно село е живял беден старец. Но даже императоры завидовали ему, так как у него был прекрасный белый конь. Но дори императорите са му завиждали, защото той е имал прекрасен белый конь. Императоры предлагали ему невиданую цену за коня. Но старик не продавал его. Однажды он обнаружил, что коня нет в стоиле. Собралась вся деревня, и люди сказали. Ты старый дурак. Глупак. Мы знали, что однажды коня не окажется на месте. Несно знали, че някой длин конь, что его откраднет. Было бы лучше продать его, вот несчастье. Би било по-добре до сего продал, и сега има этого несчастья. И старик отвечает, не заходите слишком далеко, говоря так. Старец, я тут говорю, не треба договориться так. Просто скажите, что коня нет на месте. Просто скажите, че коня гоняма. Таков факт, остальное суждение. Това е факт, а другото вече е усыждане. Чтобы ни было несчастье или богословение, я не знаю. Какво е това несчастье или богословение, аз не знам. Кто знает, что последует. Кой знает, какво ще последовал това. Люди смялись над стариком. Хората са се смели. Те са се подигравали на този старец. Но через несколько дней ночи конь вернулся. Но след някаких дни, през ночи конят се върнал. Он не был украден, он просто убежал на волю. Той не был украден, просто сам и избягал. Он привел с собой дюжину лошадей. И со себе свидувел десятки других коней. И опять люди собрались и сказали. И пак хората са се собрали казаха. Старик прав. Старец, ты прав. Это не несчастье. Това не несчастье. Теперь ясно, что это было богословение. Сега ясно, что това и было богословение. И старик опять отвечает. Опять вы заходите далеко. Просто скажите, что конь вернулся. Кто знает, богословение это или нет. Это только фрагмент. Вы прочли одно слово в выражении. Как вы можете судить целую книгу? Как можете усыждать целую книгу? В этот раз люди много не говорили, но внутри себя решили, что он не прав. Тоже под хората не заговорили много, но вытрав себе сидится, решили, что он не прав. Ведь целых двенадцать прекрасных лошадей. Нали за что-то целые двенадцать коней са тука. У старика был единственный сын. Старец имел единственный сын. Который стал обижать этих лошадей. Всего через неделю он упал с лошадей и сломал обе ноги. Люди собрались вновь и опять осудили. Ты опять доказал свою правоту. Это несчастье. Твой единственный сын потерял ноги, а в твоем преклонном возрасте он твоя единственная опора. Твой единственный сын и загубил краката си, а в тази возраст, когда ты си, той единственная опора. Теперь ты еще беднее, чем был. Сега это си становил победен, вот сколько ты си был. И опять старик отвечает. И так старец отказывает. Вы одержимы осуждением. Не заходите так далеко. Скажите только, что сын сломал ноги. Никто не знает несчастье это или богословение. Жизнь приходит этапами, а большего нам не дано. Животот минава през этапи, но мы не знаем целата картина. Так случилось, что через несколько недель страна вступила в войну. И все юноши пошли в армию. Остался только сын старика. Потому что он был калека. Вся деревня кричала и плакала. Потому что это было решающее сражение. И они знали, что большинство парней не вернется. Они пришли к старику и сказали. Ты был прав, старик. Теперь очевидно, что это было богословение. Ты беши прав. Сега това изглежда, что это было богословение. Что ж, твой сын калека, но зато он с тобой. Твой сын няма крака, обаче поне и при тебе. Наши сыновья ушли навсегда. Нашите сыновья са заминали завинаги. Старик вновь сказал. Старец это сказал отново. Вы продолжаете судить. Продолжавате да осуждате. Никто этого не знает. Никто не знает това. Только скажите, что ваши сыновья годны для армии, а мой сын нет. Само скажите, что ваши сыновья стават за да воюват, а мой сын нет. Только Бог знает несчастье это или богословение. Да, довольно интересно, что это китайская легенда, но упоминается Бог. Много интересно, что это китайская легенда, но упоминается Бог. Пока вы судите, вы не растете. Но когда осуждаете, не пораствайте. Не развивайтесь. Не се развивайте. Суждение означает застывшее состояние ума. Суждение означает, когда ваш ум стоит на месте и не се развила. И ум всегда требует суждения, потому что находится в процессе развития. И ум иногда требует, и не се нуждают разумом, за что-то сте на мир, в стадии на развитие. В действительности, путешествие никогда не заканчивается. В действительности, путешествие никогда не заканчивается. Одна часть заканчивается, зато другая начинается. Одна дверь закрывается, другая открывается. Вы достигаете вершины, но появляется другая, более высокая. Жизнь есть бесконечное путешествие. Если так задуматься, то эта история вообще очень напоминает еще одну из Библии. Как у себя замысляем, та история не напомняет одна история от Библии. Ну, конечно, в этой истории человеку досталось намного больше, чем старику из китайской легенды. Но в той истории человеку проживало много больше, чем тот человек в китайской истории. Да, и это человек Иов. Тоже человек Иов. И интересно также, что слово суждение Интересно, что слово-то на усыжданиту встречается в Библии именно вот в этой книге Иова. Сыстря, что в Библии это книга-то на Иов. Целых три раза. Цели три пути. Это, наверное, единственная книга, где слово суждение встречается так часто. И там, если кто-то не знает, я напомню, что был Иов. В тази книга има человек Иов. И он никогда не совершил греха и не провинился перед Богом. Никого не сгрешавал и никого не себя провинявал пред Бог. И у него было множество богатства и большая семья. Той был много богат, имал семейство. Однако, Сатана предположил, что если отнять у него все это, то он проклянет Бога. И дьяволът предположил, что ако всичко това се отнеме от този человек. И в конечном итоге случилось так, что действительно все это было отнято у Иова. И дьяволът решил, что ако така се случи, този человек ще се откажет от Бог. И в края, наистина, всичко се отняло от този человек. И в результате чего Иов оказался без семьи, без богатства и с проказой. И овся оказался без семейства, без богатства, с болест. Да. И получается, что к нему приходили его друзья. И к нему саидвали негови приятели. Да, это получается Элифас, Билдад и Цофар. Элифас, Билдад и Цофар. И получается, что его друзья высказывают и отстаивают свое предположение, что поскольку Бог справедлив, всякий, познавший такую судьбу, как у Иова, обязательно получает ее в качестве наказания. И неговито приятели са предполагали, че ако тези нешта се случили на Иов, означало, че това е наказание за нешту, което той сваршил. То есть это тоже несколько напоминает историю китайскую. И това не напомня малко за китайская та история. Те, кто были вокруг того старика, тоже постоянно осуждали, что это плохо, это несчастье. Точно так же и друзья Иова подходили и говорили, что это обязательно несчастье, то есть это следствие греха. Но это они договорили из-за своей недальновидности. По мере продвижения разговора, они все настойчивее упрекали Иова в нежелании покаяться в своих грехах. И по временному опущению Тути искали Иов да се покая в греховете си, хотя сами они едва ли могут предположить, в чем именно он грешен. Обаче те и сами не могут докажать, в какво изгрешил Той. Они продолжают считать, что Иов грешник, заслуживший свое наказание. И те продолжават считать, че Иов е грешник, и това е наказание Тому. И они предполагают, что Бог вознаграждает добро и карает зло безо всяких исключений. И те предполагают, че Бог вознаграждает добро и наказает зло без никаких исключений. По их мнению, Бог мог бы позволить Ему страдать лишь в качестве расплаты. И по тяхното мнение, Бог мог бы позволить им да страдать на Иов само как наказание. И можно прямо взглянуть на само описание. В книге Иова, глава 11, стих 4. В книге Иов, глава 4, стих. Пишется, что не от лица Иова, говорят, что «Ты сказал, то есть Иов сказал, суждение мое верно и чисто я в очах твоих». А, да. Как бы сам Иов, будучи человеком мудрым и нравственным, он понимал, что он не совершил никаких грехов, и возможно, как и старик из легенды, он воспринимал свои это не как наказание. Это как факт, получается, что случилось несчастье, что он заражен проказом, но наказание ли это не так? только воспринимал этот факт, просто себя разбулял и не оказал твое наказание. Дальше в книге Иова в 36-й главе 17-й стих книга Танайов 36-й глава 17-й стих Получается, здесь уже идет речь от лица четвертого друга Иова, который был самым молодым из его друзей, и который однако же высказал обратное мнение. И вот значит, что он говорит. Говоря, что человек пострадал из-за греха, все равно, что обвинить человека как грешника. Кто укажет ему путь его, кто может сказать, ты поступаешь несправедливо. Дальше в 36-й той же главе 23-й стих он продолжает. Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. И дальше все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. То есть тут можно немного взглянуть на эти слова. все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. То есть некоторые люди могут видеть замысел Бога издали. Няко хора могут видеть, как воин мыслил Бог от далече, от страны. они могут знать, было наказание или все таки это было какой-то умысел Бога. Однако все люди могут видеть факты. То есть факт того, что конь убежал, факт, что коня избегал, факт, что конь не вернулся с стадом коней, факт, что сын упал и сломал ноги, факт, что началась война и сына не взяли на войну, поэтому я тоже призываю нас рассматривать дела Божьи как факты, потому что не каждый может обладать даром рассматривать замысел Бога издали, не всяким има този дар где вижда замысел на Бога от страни. И много важно да не усыждаме това, което се случило с човеком. Потому что в книге его было написано «Но ты преисполнен осуждениями честивых, осуждения и осуждения близки». То есть осуждение то, что человек был наказан из-за греха это то же самое, что и осудить его грешника. Осуждение, че човек е наказан заради своите грехове това е като да го наречеш, че е грешник. Однако хорошо ли для нас будет обвинять человека в том, что он грешник, не зная все истории? Но хубаво ли е да обвиняваме човек, че е грешник, без да знае цялата му история? Поэтому, как я и сказал ранее, думаю, нам стоит не осуждать никого из наших близких. Как воспринимаем усечку к эту факте. Вот было мое слово. Побел мою это слово. Пока.